Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова, которая собирается наговорить вам кучу банальностей о всем известном лекарственном растении. Ну, по-моему, о том, что чеснок лечит множество всяких разных недугов, используется народной медициной тысячелетиями, это знают все, это знает каждый, что чеснок – лекарственное растение. Но вот как-то мы иногда забываем об этом, то есть надо некоторые вещи, хочется, чтобы напомнили или иногда как бы натолкнули на какую-то новую идею. Вот у меня вот первая идея, которая возникла в отношении него, это, а не связано ли слово «чеснок», название вот этого овоща прекрасного, со словом «честный». Мне кажется, что связано, созвучно оно. Кажется, что они произошли друг от друга, что все-таки чеснок – это честный овощ. Там где-то в слове «честный» появляется буква «т» при написании, но мне кажется, что это только на письме, а вот на деле они связаны. Но тут можно много ассоциаций всяких найти, я не хочу углубляться, лезть в дебри филологии, я могу там заблудиться. Поэтому я чуть-чуть лучше о народной медицине. А народная медицина, она в древности была неотделима от магии. От магии, от всякой защиты, от различных темных сил, которые стремились навредить древнему, особенно средневековому человеку, активно вредили они. И в средние века на Руси чеснок стал активно использоваться как средство для защиты от этих самых темных сил. Его вывешивали в избах для защиты от всякой нечисти, его подкладывали в колыбель к младенцам, его вывешивали в изговоре колыбелек. Делали это все с таким вот чувством, чтобы действительно никто не лез. Но на самом деле, как мы сегодня понимаем, вот это все вывешивание чеснока, оно имело очень большое практическое значение. Потому что этот овощ, даже когда он просто висит в помещении, он оказывает серьезную противовирусную защиту. Он может спасти нас от многих очень жестоких болезней. Ну, как бы сейчас вот у нас самый актуальный вариант на эту тему, что самая большая наша проблема – это грипп, от которого мы должны все спасаться, защищаться, потому что он мутирует каждый год, он другой, и иммунитет наш не успевает ему приспособиться. А вот чеснок от него защищает. И я хочу обратить внимание на то, что сейчас в интернете можно найти очень много интересных дизайнерских идей, очень много фотографий букетов из чеснока, букетов декоративных коз. То есть можно дом свой украсить чесноком так, что это будет здорово, так, что это будет модно, так, что это будет красиво, эстетично. В общем-то, прекрасные варианты есть. Я не хочу вставлять в свой фильм скачанные фотографии, но вы, пожалуйста, наберите в любом поисковике там чеснок и букет, два слова вместе, и вы увидите массу интереснейших дизайнерских работ. А что касается младенцев, я предлагаю всем мамам, бабушкам, а также тетушкам, крестным и так далее, шить для своих маленьких детей, внуков, крестников маленькие мешочки, класть в них зубчики чеснока, мешочки из ткани, ну, какие-нибудь можно вышивки красивые сделать или что-то еще, или просто из ярких тряпочек, класть в них зубчики чеснока, протыкать эти мешочки иголочкой, чтобы аромат чеснока распространялся, и подвешивать такие мешочки на коляске, на кроватке, ну, на кроватке, может быть, в меньшей степени, хотя тоже полезно было бы, но вот на коляске, на прогулочной, я бы сказала, что это просто обязательным средством должно быть, то есть сейчас мы гуляем с детьми, нам надо их обезопасить от гриппа. Неплохо детей украшать бусами из чеснока, некоторым нравится, многие дети считают, что это прикольно, вот, мне самой лично в детстве нравилось, но ближе, так сказать, к теме использования, его непосредственно для лечения огромного количества заболеваний. Чеснок это такая штука, которая лечит и, не знаю, и ангину, и онкологию, и зрение, и сердце, и множество, множество, множество других болезней, и уместить всё это даже просто перечень этих заболеваний в такой фильм в рамках видеоблога, ну, просто невозможно. Просто невозможно здесь было бы перечислить даже все эти недуги. Я хотела бы сказать о некоторых принципах, благодаря которым он вот так вот используется. Ну, во-первых, этот принцип о том, что это мощнейший природный антибиотик. Если это антибиотик, значит, он способен погубить болезнетворные вирусы, болезнетворные бактерии, болезнетворные грибки, которые нападают на наш организм. То есть для цели защиты вот от этих всех вещей его можно использовать. На этом же основаны его противовоспалительные свойства. То есть воспаление у нас возникает, ну, отёк, покраснение в любом месте в нашем организме. Это защитная реакция нашего организма на болезнетворные бактерии, попавшие куда-то в рамку, на слизистую, ну, или куда-то ещё. То есть это защита организма. Противовоспалительным он является именно потому, что он убирает причину, то есть убивает этот самый вирус, бактерию способен справиться с ними. А при этом полезные бактерии, которые живут в нашем организме, он, в общем-то, щадит, достаточно избирательное действие имеет. Вот. Но не только это. Второй его принцип состоит в том, что он способен несколько менять обмен веществ в сторону расщепления жиров. На этом основана его польза для сердечно-сосудистой системы. То есть если вы постоянно кушаете чеснок, на стенках ваших сосудов не будет холестериновых бляшек. Это значит, что у вас не будет многих болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Это способно защитить от инфаркта и от инсульта, от бичей современного общества. В общем-то, профилактическим средством его признаёт и традиционная медицина, и народная медицина мощнейшим профилактическим средством. Но, опять же, это слишком большая тема. Это скорее тема для диссертации, чем для видеоблога. А я хотела бы назвать парочку вариантов использования, которые, мне кажется, не всем известны ещё. Во-первых, чеснок помогает вот на эти способы использования, они на принципах китайской медицины основаны уже. Не древнерусская, а древнекитайская. Хотя наш народ их давным-давно использует тоже. Первый вариант – это спасение от зубной боли. Именно от зубной боли до похода к врачу. То есть я подчёркиваю, если у вас болят зубы, пожалуйста, идите к стоматологу. Не занимайтесь длительным самолечением, зубы могут разрушиться. Так вот, его можно, конечно, и пожевать, и приложить. И много есть рецептов на эту тему. Но самый интересный рецепт – это такой. Это привязать измельчённый чеснок к пульсу руки, которая противоположна стороне, где находится больной зуб. То есть если больной зуб слева, то привязывать надо к пульсу правой руки. Вот сюда вот пульс. Пульсом считается место вот такое, где вы можете нащупать пульс вот здесь, на запястье. А если у вас чувствительная кожа, то нужно подложить тряпочку. То есть какой-то бинтик, марлечку, что-нибудь. Потом дольку чеснока чистите, разминаете любым доступным способом, там через мокодовинку или порежьте мелко. Эту кашуцу на тряпочку и пластырем или другой тряпочкой привязали, приклеили. И носите, ну, пока сильно не напечёт или пока не пройдёт зубная боль. Я проверяла средство эффективное. Не только на себе, но другие люди пробовали. В общем-то, всем помогало. Вот второй вариант его использования, опять такой же из Китая к нам пришедший, это использование его против насморка. Но, опять же, не в виде капель, что всем известно, что его сок закапывают, что разбавленный сок закапывают, что его смешиваются с векольным соком, с морковным соком закапывают в нос. Более оригинальный вариант спасения от насморка такой. То же самое. Берёте зубчик чеснока, через чеснокодавинку или порезали мелко эту кашицу, сделали на тряпочку и приложили к середине ступни подошвы. Представим, что это подошвы, вот сюда, в серединочку приложили. И также привязали. Если отёк у вас с правой стороны, то привязывать нужно к середине ступни левой ноги, к подошве. Если отёк с левой стороны, соответственно, к правой ноге привязываете. привязали эту кашицу прибинтовали и держите пока не напечет очень хорошо перед сном но на ночь вот спать с этим компрессом не стоит можно ожог кожи получить то есть перед самозасыпание надо снять и даже может ножки обмыть немного так сказать вот вот такие вот интересные способы использования чеснока мне известно ну и множество множество рецептов которые связаны с его употреблением как бы внутрь самыми разными способами у них тоже есть принципы у этих рецептов то есть можно сделать чесночное масло раз долоть чеснок и залить его маслом и настоять вещества чеснока переходит масло оно неплохо и для наружного и для внутреннего потребления можно сделать водный настой чеснока опять же чищеный чеснок заливается холодной водой в такой настой часто добавляют лимон настаивают в холодильнике это можно пить масса у него способов прием так сказать полезных свойств этого настой можно даже профилактических целях вот есть много рецептов связанных с тем чтобы разминать его там варить его в молоке разминать и так далее но я не пробовала не проверяла поэтому советовать вам их не буду я вот ограничиваюсь под этим вот спектром так сказать использование и буду очень рада если в комментариях к этому фильму вы поделитесь другими известными вам и скорее всего неизвестными многим другим людям вот рецептами использования чеснока как средство народной медицины как честного средства от более чем 100 болезней ну на этом я заканчиваю рассказ про чеснок будьте здоровы дорогие друзья если вам понравилось это видео то ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал всего доброго